Молодой специалист Мария Романович о своей профессии говорит, не скрывая гордости, однако не без волнения. И это неудивительно. Сегодня девушка участковый терапевт в первой детской поликлинике города над Бугом. А это огромная ответственность и большой круг обязанностей. Но быть врачом – ее мечта, которая хоть и воплотилась в жизнь, но требует постоянного самосовершенствования и развития. А значит, впереди еще немало работы. Интернатуру мы тоже проходили на базе, на хорошей базе, на базе первой детской поликлиники. Весь коллектив помогал нам. Это и заведующие, и рядовые медсестры, и участковые педиатры. Нам сейчас очень помогает новое здание поликлиники в силу того, что там очень много нового инструментария. Все в одном месте. Раньше было сложнее, потому что все было разбросано. Сейчас это и для родителей намного легче, и для нас это очень слаживает работу. Вместе с Марией Романович на охрану здоровья Брещан заступило еще 156 молодых специалистов, среди которых 55 врачей и более 100 человек среднего медицинского персонала. Такое значительное пополнение, безусловно, существенно усилит ряды стражей здоровья. Укомплектованность кадрами медучреждений города сегодня приближается к 100%. Хочу сказать, что даже по сравнению с прошлым годом у нас значительно улучшилась укомплектованность кадрами. Вот если брать по состоянию на данный период, то укомплектованность врачами составляет 97%. Средним медперсоналом 96%. Это очень хорошо. Но мы, естественно, возлагаем очень большие надежды на молодое пополнение. Задача стоит перед ними, перед нами очень большая. Самая главная, самая ответственная задача – это сохранить и укрепить здоровье жителей нашего региона. Работать в городе над Бугом приехали не только белорусские выпускники. К примеру, среди новичков Брестской центральной городской больницы 15 медсестер из Украины. Найти работу на родине им оказалось непросто. Этот ход особенный тем, что мы открыли лицензию по привлечению рабочей иностранной силы в лице медицинских сестер. В настоящее время у нас работает 15 медицинских сестер с Украины, которые в этом году закончили медицинские колледжи в Украине. К сожалению, они не нашли применения своим знаниям и силам. И вынуждены были приехать и, учитывая, что у нас открыта лицензия, устроиться и работать у нас. Слова на путствие молодым специалистам в ходе мероприятия произносили представители городской вертикали власти, духовенство, а также руководители лечебных учреждений. Все они сошлись во мнении, что каждый новичок может стать не просто хорошим специалистом, а настоящим профессионалом с большой буквы. Но только при условии неустанной работы и стремлении к получению новых знаний. Сами молодые медики с этим согласны и готовы к тому, что путь будет нелегким. Однако благородным и очень важным для окружающих людей. Самое главное – это помогать детям. Мы как участковые педиатры, самое главное, чтобы наши детки были здоровые, счастливые. Ну, это, в принципе, самое главное для нас, потому что, если здоровы наши дети, то все рады, и наша страна тоже будет здоровой.